Йога для мозгов Почему мне захотелось о нем рассказать, потому что он очень, знаете, в гортысковом варианте очень смахивает на процесс над Михаилом Олеговичем Ефремовым в этом году, там тоже СМИ сделали все, что могли, и обыватель не мог обойтись без этого процесса. Как я уже сказал, Симпсон был очень состоятельный человек, его доходы были очень значительны, и сам процесс обошелся ему где-то от 25 до 28 миллионов долларов. Но это было не все. Прокуратура наседала, доказательств было море, но тут вышла осечка. Кровавый след вот как раз от ботинок Бруно Мали, который стал настолько популярным, что это была одна из ключевых улик обвинения, внезапно совершенно, просто на ровном месте, был признан недействительным. Что же случилось? Адвокаты с самого начала, и Шапира, и Кардашьян, с самого начала утверждали, что таких ботинок у Симпсона никогда не было. Звучало это, честно говоря, не очень убедительно. Но потом произошла удивительная для нас, для всех вещь, ну, можно только посмеяться, если бы это было в нашей стране, а в Штатах, и то, что я говорил, отголоски этого процесса, мы живем сегодня, то есть, американцы мы, американцы живут сегодня. Так вот, защите повезло. Ей удалось доказать, что тот самый полицейский, который приехал на место преступления, и который обнаружил трупы и кровавый отпечаток на месте преступления вот этих ботинок, несколько раз в жизни, о ужас, употреблял слово «негр». Или, как говорят в Америке, «н-word», слово на букву «н». Америка была потрясена. Один из, а их там много приехало полицейских, но один из полицейских, который приехал, он расист. Неожиданно, после такого разоблачения, эта улика с ботинком потеряла какое-либо правдоподобие. По версии, естественно, американцев, которые были расколоты на две части, одни считали Штимпсону убийцей, вторые считали, что его расисты втягивают в это дело. Всем, в первую очередь присяжным, стало понятно, в кавычках я говорю, что человек, который пользуется таким нехорошим словом в обиходной жизни, называя черных неграми, а он это называл среди там своих друзей, и вот именно этот человек не может быть хорошим полицейским, и именно этот человек мог сфабриковать улику против чернокожего подозреваемого, то есть против Симпсона. Известие, что полицейский расист тут же облетел всю Америку, и присяжные начали с негодованием смотреть на, собственно, все материалы дела, которые были предоставлены этим полицейским. Весь мир, естественно, следил за этой симпской историей о Джей Симпсоне, потому что она, конечно, транслировалась везде и все. СМИ смогли сделать так, что внимание всего мира было сфокусировано не на уликах, которые были тогда, и которые безоговорочно говорили, что Симпсон убийца, а на все остальное, что было вокруг. Вот именно об этом говорили и писали, напоминает что-то вам, что произошло у нас в Пресненском суде в этом году? Вот именно об этом издевалась вся, собственно, Америка. А над Америкой издевался весь мир, потому что это было смешно, американцы не обращали никакого внимания на то, что происходило в самом суде, им было интересно все, что царит вокруг. Ботинки, перчатки и так далее. Понимая ситуацию, в которую его удачно завели Шапира и Кардашьян, и понимая, что многое в этой ситуации может сойти с рук, О.Д. Симпсон готов примерить ту злополучную перчатку, окровавленную, которую одну нашли у него дома, а вторую нашли на месте преступления. Ну, что делает Симпсон? И это прощается вот сразу. Симпсон меряет перчатку, а теперь мы понимаем, что это, в общем, вещь, которая сегодня существует в обиходе, на резиновую перчатку, в которых он присутствует на суде. Он как бы говорит, что у него чистые руки, это была его такая, знаете, заготовка, он говорит, что у него чистые руки, он не хочет прикасаться к столу, за которым сидели убийцы, потому что он не убийца. Это он говорит в интервью и сидит вот в этих самых... Дим, из чего эти перчатки деланы? Латекс или нитрил? Ну, какой-то, да, какой-то такой материал, да. Так вот, именно на эту перчатку, вот на эту перчатку он пытается в присутствии всех присяж не на голую руку, а на перчатку, которую мы сегодня, к сожалению, вынуждены из-за пандемии носить, он пытается натянуть улику, когда его об этом просят защиты, и, собственно, прокуратура присоединяется к этому. И говорит, что он не может, он сделал растопыренные пальцы, и говорит, что он не может натянуть, она мала ему на размер. Естественно, она мала ему на размер. А кто вообще в этом мог сомневаться? Что в таком состоянии она будет ему мала на размер. Общество было больно, вот просто заболело этим процессом. На самом деле обсуждалось абсолютно все. Значит, разделение произошло, а почему он надел это, когда он был в перчатке, а почему его не попросили снять перчатку. Но уже действие само произошло, обсуждать можно было все, что угодно. Процесс подходил к концу, и все ожидали, что, ну, во-первых, что будет вердикт, и присяжные признают виновность Симпсона, даже другого было не дано. Но не забывайте, какое количество чернокожих было в этом самом, в жюри, да, среди присяжных. И все полагали, что присяжные уйдут совещаться на много-много дней. Просто они просидят там, я не знаю, недели, месяц могут просидеть, неизвестно. Потому что слишком процесс, который будоражил всех. Присяжные вообще были изолированы с самого начала, они менялись. Там выгоняли одних, вставили других, потом выгоняли этих. Ну, целая чехарда была с присяжными, пока, наконец, Шапира занимался этим. Пока, наконец, Шапира не добился того, что он хотел, а именно большинство было чернокожих. Так вот, присяжные, когда удалились на совещание, и все ожидали, что это, по крайней мере, на 2-3 недели, они, как я уже сказал, были изолированы и жили в гостинице. У них там, согласно действующее законодательство, был отключен телевизор, не подавались газеты и так далее. Это довольно серьезная составляющая американского правосудия. Знаете, сколько они совещались? Они совещались 4 часа. 4 часа, все. И через 4 часа они вышли в зал, и старшина присяжных объявил, что большинством голосов признано, что О.Джи Симпсон невиновен. Это был взрыв. Это был взрыв, потому что Америка была потрясена. Потрясена тем, что достаточно быть чернокожим для того, чтобы избежать правосудия. У меня созрел второй вопрос. Йога для мозгов. Вопрос второй. Адвокат, о котором я уже говорил, Кардашьян, близкий друг Симпсона, после процесса вдрызг разругался со своим ближайшим другом, вот с бывшим подсудимым. А что произошло? Почему они разругались? Пишите, только обязательно подписывайтесь. Этот вопрос, ну, он такой забавный, я бы сказал. Все услышите. Итак, взрыв. Клинтон, на тот момент президент Соединенных Штатов Америки, вынужден был выступить с заявлением. Посмотрите, Клинтон выступил с заявлением, говоря о том, что мы гордимся правосудием, который у нас есть, и если присяжные вынесли такой вердикт, то он и должен быть таким, им виднее, и это и есть часть демократии, и так далее и подобное. Черное население Соединенных Штатов Америки ходило с плакатами «Расистам не удалось нас победить», «Мы правы», «Симпсон свободен» и так далее и так подобное. Но Соединенные Штаты Америки – страна довольно непростая. И в штате Калифорния можно подать и гражданский иск после уголовного, суд по которому будет не иметь никакого отношения к тому, что было на уголовном процессе. И две семьи погибших, жены Николь и ее товарища, ее друга Рональда Голдмана, говорили, что они состояли в любовных отношениях. Слушайте, ну, состояли, состояли, она развелась с ним уже, с Симпсоном к тому времени, да? Так вот, обе семьи подали гражданский иск против Симпсонов. Разница в этом судебном процессе... Все началось сначала. Разница в этом судебном процессе была феноменальна. Дело в том, что в уголовном процессе, согласно законодательству Соединенных Штатов Америки и штата Калифорния, обвиняемый мог не отвечать на вопросы. На вопросы за него могли отвечать его адвокаты. А вот в гражданском процессе такая штука не пройдет. И вот в гражданском процессе фигурировала перчатка без предыдущей перчатки. Она была одета на, так сказать, голую руку. А когда Симпсону задали вопрос... Собственно, с этого разоблачения все и началось. Когда Симпсону задали вопрос... А что же с ботинками? Были у вас ботинки? Эти ботинки стоили на тот период времени 200-300 долларов. И Симпсон, богатый человек, но который... Дорого заплатил за свою свободу, глядя в глаза адвокатам... Очень сильные были адвокаты. Ну, там, совсем. Да? Так вот, глядя в глаза адвокатам, он сказал, я такое дерьмо не ношу. Адвокаты кивнули головой. Тоже, я думаю, что напоминает вам нынешнее лето чем-то. Этот сюжет. Адвокаты кивнули головой и достали вдруг, совершенно неожиданно, около 20 фотографий Симпсона в этих ботинках. Эти фотографии были предъявлены О'Джоу Симпсону. Они, адвокаты, отквитались перед Симпсоном абсолютно тем же оружием, что и выстрел, который, в кавычках, конечно, выстрел, который сделал Шапира и Кардашьян на уголовном процессе. Американское правосудие и правильно делает, считает, что единожды совравший не имеет никакой кредитной истории. То есть, если человек соврал один раз, то верить ему нельзя. Полицейский, которого допрашивали, говорил, что он никогда не говорил слова негр. А это было вытащено наружу. И было доказано, что он обманул суд. И вот есть свидетели, которые это подтверждают. Так вот, когда Симпсон на втором уже гражданском процессе, сказал о том, что он эти дерьмовые туфли не носит, а были найдены около 20 фотографий, в которых он именно в этих туфлях ищеголял, там где-то, неважно, где, вплоть до съемок, он был снят для какого-то рекламного ролика, именно в этих ботинках, что, собственно, не сделала прокуратура, потому что прокуратура на период времени уголовного процесса считала, что доказательств всех достаточно, и они даже не досужились искать фотографии Симпсона в ботинках. Ну, и так было все ясно. Однако вот тут все пошло не так. О'Джио Симпсону вменили выплатить двум семьям погибшего 33 миллиона долларов. То есть в одном суде было доказано в уголовном, что он невиновен, а другой его полностью разорил и просто пустил под откос. У него было арестовано абсолютно все. Он продал вот все до, вообще, знаете, до шнурков, которые только можно... Он продавал зажигалки. От него отвернулись совершенно все рекламодатели. Его не приглашали никуда. Его не звали ни на одну вечеринку. Он стал изгоем общества после процесса, когда было доказано, что 33,5 миллиона долларов, вот я смотрю свою шпаргалку, было присуждено. Его не спасла книга, которую он написал. Ну, об этом сразу после маленькой паузы. Йога для мозгов. На серебряном дожде. Йога для мозгов с Александром Добровенским. Наш час прилетел незаметно, но мне осталось сказать довольно существенных несколько моментов, осветить вам, извините. В ноябре 2006 года в свет вышла книга под названием «Если бы я сделал это...» Предположительно, ее написал сам Симпсон. Это был роман, в котором описывалась история отношений О.Джей и покойной Николь и приводил целое гипотетическое описание убийства и так далее. Публикация была расценена в Америке как признание, но сделать уже ничего было нельзя. Однако история продолжалась с Симпсоном. В 2008 году Симпсон стал фигурантом другого уголовного дела. Что вообще наводит на мысль о том, что он такой парень с баломышней, конечно. Его признали виновным в вооруженном ограблении и похищении людей. Он ворвался в гостиницу, как известно, да. Вместе с подельником Симпсон отобрал трофеи и, угрожая хозяину, коллекционеру или спекулянту спортивными наградами и трофеями, угрожая пистолетом, он у него все забрал. В полиции Джей заявил, что эти кубки, это его кубки, они были у него когда-то украдены. Его приговорили к 33 годам заключения с возможностью все-таки подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он подал его в 2013 году и, по-моему, пару лет назад его освободили. Впрочем, Джей Симпсон потерял для меня всякий интерес на тот период времени. Он не очень хорошо выглядит. Да, и сами американцы вспоминают его дурным словом. Но вот этот антироссийский поворот в судьбе на мой взгляд совершенно виновный. одного человека имеет отголоски до сегодняшнего дня. Впрочем, американское правосудие на то и есть и не будем его ни судить, ни оскорблять. Оно есть такое, как оно есть. А у нас есть два победителя, я надеюсь. Я вам сейчас скажу ответ на первый вопрос, правильный. Правильный ответ на этот вопрос это портплет фирмы Луи Виттон, в котором предполагается, что Кардашьян вынес все-таки всю одежду с кровавыми пятнами, в которой был одет Симпсон. И кто у нас победитель, Дмитрий? Победитель у нас, сейчас скажу одну секунду, Александр, по-моему. Александр из Калининграда. И его телефон 5555. последняя цифра четыре пятерки. Да. И у нас был второй вопрос. Второй вопрос заключался в том, а что же произошло, почему самые близкие друзья после процесса Кардашьян и Симпсон разругались вдрызг. Они помирились, потому что Кардашьян довольно рано умер, у него был рак, и он рано скончался там несколько лет спустя, но они разругались абсолютно вдрызг. Дело заключается в том, что Кардашьян через несколько месяцев после процесса, продолжая дружить с Симпсоном, дал интервью, в котором он сказал, что Симпсон виноват. Судить дважды за одно и то же дело, как известно, нельзя, но Кардашьян привел все доводы, которые он только хотел привести, и сказал, издеваясь над американским правосудиям, сделал себе такую рекламу, он сказал, что этот процесс был выигран Кардашьяном и Шапира. Ну, Керхолу помог, конечно, третий адвокат, потому что он был черный, он обвинял всех там в расизме, когда нужно было, но выигрыш был бесспорный, бесспорная победа адвокатурой над правдой. Вот, собственно, что сказал Кардашьян. Симпсон с ним разругался, говорят, что угрожал, но в конце жизни Кардашьяна, когда тот умирал, они все-таки помирились, и говорят, что Симпсон и признался ему, что действительно все было так, как его товарищи предполагал. Такова история знаменитого футболиста и актера, которую я сегодня рассказал в нашей программе «Юга для мозгов». Мне остается сожалеть, что целую неделю я не буду вас слышать, но мы услышимся с вами в следующий понедельник. До скорого. Да, я напомню, что на второй вопрос правильно ответила Мария, мы вас поздравляем, 7574 ваши цифры, и я напоминаю, что это и другие наши программы можно посмотреть на YouTube-канале «Серебряного дождя». Субтитры создавал DimaTorzok